В этом доме Михаил Анатольевич уформлял каждую комнату. На протяжении 10 лет он вырезал настенное панно, светильники и даже изготовил целый потолок. Еще недавно Михаил Черкасов вырезал ложки и мелкие украшения, но тут вдруг увлекся крупными форматами. Чтобы изготовить, например, камин, нужен целый год работы. Но это мастера не пугает. К делу он подходит обстоятельно. Дерево сначала высушивается, затем обрабатывается, и только потом из него вырезаются вот такие завитки. Для лестницы, допустим, или для того, что в контакте находится с руками, с ногами человека, то есть в быту, конечно, твердые породы. У нас наиболее распространен дуб. То есть из дуба уже можно и вырезать хорошо, то есть и мелкие детали держатся, и в процессе эксплуатации не изнашивается. Любимое дерево мастера дуб, но Черкасов использует и липу, и сосну. Они более мягкие породы, с ними и работать попроще, замечает резчик. Самое главное – это стамеску ровно держать, чтобы гладкая резьба получалась. Сверху можно кислотой, можно выжечь еще там, где-то подшлифануть верха. Когда Черкасов украсил свой дом, к нему потянулись заказы. Сначала друзей, а потом и незнакомых людей. В дереве чувствуется красота, уют. Оказалось, что сам того не заметив, Черкасов попал на самый пик моды. Деревянное убранство домов и квартир сегодня пользуется большим спросом. Сейчас идет тенденция к тому, что возвращается классика, возвращается стиль ретро. Наоборот, модно что-то такое поношенное, потертое, поэтому дерево, оно действительно актуально. Самым сложным из заказов мастер считает оформление церкви. Там много канонов пришлось соблюсти, вспоминает Михаил Черкасов. Мне приходилось по любому вопросу обращаться к уже опытным резчикам. И, собственно, руководили мною служители церкви. Теперь уже сам Черкасов помогает советами начинающим резчикам. Спокойно, чтобы руки беречь, вот так плавно снимаешь, чтобы не было острых углов. Мастер набрал себе группу учеников. Чем больше настоящих мастеров деревянного дела в Орле, тем красивее будет наш город, уверен Черкасов.